Добрый день, гости моего канала и постоянные подписчики. Сегодня разговор пойдет о том, о чем должен знать каждый, независимо сколько ему лет. Я расскажу о холестерине. Сразу скажу, что распространенное мнение о безусловном вреде холестерина ошибочно. Эта органическая молекула является гораздо более сложной и полезной, чем мы думаем. Холестерин позволяет клеткам обойтись без клеточной стенки для защиты целостности мембраны. Он повышает жизнеспособность клеток, что позволяет им иметь форму и передвигаться. Другими словами, холестерин в определенном количестве – это абсолютно необходимая для нашего выживания молекула. Вот что должен знать о ней каждый, кто серьезно заботится о своем здоровье. Так как холестерин не может растворяться в крови, он должен транспортироваться специальными носителями – липопротеинами. Они делятся на два типа. Липопротеины низкой плотности – LDL – плохой холестерин. И липопротеины высокой плотности – HDL – хороший холестерин. LDL – холестерин считается плохим, поскольку способствует образованию бляшек, закупоривающих артерии и делающих их менее гибкими. HDL, напротив, помогает удалить холестерин из артерий в печень, где он разрушается. Вообще холестерин выполняет важные функции в нашем организме. Он помогает формированию тканей и гормонов, защищает наши нервы и улучшает пищеварение. Кроме того, холестерин способствует сохранению структуры каждой клетки тела. Среди всех пищевых продуктов яйца содержат больше всего холестерина. Не стоит есть больше пары яиц в день. Высокий уровень холестерина может передаваться по наследству. Это состояние называется гиперхолестериномией. Заболевание вызывает сердечные приступы даже в раннем возрасте. Чрезмерно высокий уровень холестерина, по оценкам экспертов, является в год причиной более 2,5 миллионов смертей по всему миру. Для того, чтобы снизить риски, связанные с высоким уровнем холестерина, нужно в первую очередь изменить повседневную диету. Попробуйте увеличить потребление продуктов, которые снижают уровень холестерина. Это бобовые, рыба, овощи, овсяные хлопья, грецкие орехи, миндаль, оливковое масло и даже темный шоколад. Большинство людей считают, что большую часть холестерина мы получаем из пищи. На самом деле, организм сам вырабатывает около 75% всего холестерина. Остаток приходится на рацион. Вы можете проверить уровень холестерина самостоятельно. Белая кайма вокруг роговицы глаза покажет, что проблему надо решать. Причем в срочном порядке. Высокий уровень холестерина очень опасен. Помимо страшных сердечных приступов, высокий уровень холестерина в крови может вызвать болезни от почечной недостаточности и цирроза печени до болезни Альцгеймера и даже эректильной дисфункции. Как это не парадоксально, тот же холестерин, когда остается в нормальных пределах, также отвечает за половое влечение. Это основное вещество, используемое в производстве тестостерона, эстрогена и прогестерона. Люди думают, что высокий уровень холестерина формируется с возрастом, но сейчас появилось целое поколение детей, страдающих от той же проблемы. Пальму первенства держит США. Сразу скажу, я не врач. Сам столкнулся недавно с проблемой высокого уровня холестерина и перелопатил множество умных статей в газетах и интернете. Скажу вам главное, за уровнем холестерина нужно следить и регулярно его проверять. И уж если содержание холестерина в пробе крови превышает определенный порог, то нужно менять устоявшуюся схему питания, да и стиль жизни в целом. Вот так. До свидания. Мир вашему дому. Здоровья близким и родным вам людям. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok